всем привет друзья получил я с аукциона танчик премиум на американский восьмого уровня средний амбт набил уже на нем три отметки поэтому посмотрим что это за танки я вам расскажу его особенности сначала ознакомимся с броней поскольку она тут принципе есть местами хоть ее и немного итак рассмотрим броню нлд у нас огромная 100 миллиметров без приведенки а с приведенкой получается миллиметров 140 примерно нлд огромная и тонкая пробивается легко также танк в бортах очень картонный надгусеничные полки всего навсего 25 миллиметров пробиваться будет очень легко и даже часто по правилу 3 калибров борт у нас тоже 40 миллиметров и многие большие пушки 120 миллиметров и будут пробивать по правилу 3 калибров поэтому какие-то там танкования бортиками вообще запрещены единственное место которое что-то может отбить это vld 70 миллиметров но наклон этого vld это просто нечто даже всякие десятки иногда с удивлением не пробивает этот танк поскольку играя от башни этот танк может что-то отбивать поскольку тут приведенки получается миллиметров 300 300 с чем-то но крышка корпуса у нас всего лишь 30 миллиметров а крышка двигателя 25 что тоже очень часто будет пробиваться по касательной также крыша у нас пробивается по касательной 20 миллиметров 40 миллиметров но в башне есть тоже места которые танкуют маска 200 миллиметров даже местами 300 400 в общем что нужно знать о башне что нижняя часть танкует что-то там где-то щеки местами танкуют но это не везде а вот крыша и лючок просто дыра вот принципе все что нужно знать про броню этого танка что лоб башни что-то отбивает vld что-то отбивает а все остальное абсолютный картон выводы по броне у нас следующие конечно же танк не предназначен для каких-то там уверенных танкований местами она есть иногда периодически вы будете с облегчением не получать урон но в целом особо на это надеяться не стоит это просто как бонус теперь давайте разберемся какое оборудование на него ставить большинство стримеров понаставили на него турбину стабилизатор вентиляцию я поначалу катал и почти набил три отметки с таким оборудованием но я устал поливать грязью орудия этого танка поэтому убрал турбину поставил прицел и у меня получился набор оборудования прицел стабилизатор турбина стабильность стрельбы возросла урон средний повысился я легко добил три отметки к тому же перестал поливать грязью орудия она стала более-менее сносным да конечно она не самое приятное но в целом пойдет 215 пробития основным подкалибером 278 пробития голдовым подкалибером по сути пробития достаточно единственное что это противные подкалиберы которые некоторым нравится но мне допустим вот не очень то как они паршиво пробивают на расстоянии то как они паршиво пробивают танки у которых броня под жуткими наклонами это конечно ужас на мой вкус лично мне больше нравится бэбэшки и кумулятивы да у кумуля есть проблемы со всякими заборчиками они их не пробивают ну да и ладно также у танка посредственный обзор 380 посредственная максималка 40 километров и назад тоже танк едет неохотно но в целом если расценивать этот танк как какую-то обычную пт-шку с элементами ст-то и ладно динамики достаточно для того чтобы менять фланги и позиции больше она нам ни за чем не нужна танк не особо поворотливый большой активно играть на нем тяжело да по сути геймплей у него и совсем другой на нем не нужно что-то там активно исполнять многие сравнивают этот танк с какими-нибудь прожета бизонта и так далее на мой взгляд это прокачанный и улучшенный револьварис который абсолютно полностью устарел и уже практически нерабельный те же самые подкалиберы неприятные более-менее нормальная альфа большой ватный размер небольшая скорость небольшая максималка это наш револьварис старый добрый только с барабаном и место альфы 400 мы имеем альфу 360 те же самые более менее норму войны что там что здесь что тот танк полу пт что это тоже самое это просто жирная неповоротливая не особо быстрая с ташка которая любит немного по кемперить до поднастреливать просто урончик по возможности можно просто куда-то въехать и раздать барабан если где-то какой-то снаряд вы выстрелили и не залетел урончик то всегда пожалуйста у вас под рукой барабан можете стрельнуть еще барабан раздается тоже не быстро между выстрелами аж три секунды в принципе разработчики уже более-менее свою аудиторию приучили к барабаном которые долго раздаются и три секунды это уже не шок слава богу что не 4 что мы по сути имеем в принципе добротный танк из минусов отвратительная стабилизация которая просто ужасная так себе подвижности маневренность из-за чего порой тяжело выжить или куда-то успеть ну а что же из плюсов альфа 360 скорость полета снаряда барабан на три снаряда и к тому же неплохая маскировка как для такого огромного сарая не сказал бы что она прям великолепно но она присутствует и в полевой модернизации можно смело ухудшить маскировку чтобы улучшить задний ход и это вполне себе поможет нам удобнее отъезжать назад поскольку скорость назад так себе по желанию можно еще улучшить либо точность либо стабилизацию я улучшил стабилизацию ну и в принципе больше в полевой модернизации ничего интересного нет ухудшать скорость поворота танка не стоит поскольку он и так плохо поворачиваться поэтому с полевой модернизации в принципе все просто улучшили стабилизацию скорость назад больше нам ничего не надо из особенностей танка поскольку это Это барабан с системой дозарядки. Чем больше у нас снарядов заряжено, тем лучше у нас ДПМ. Поэтому в барабане всегда должно быть заряжено как можно больше снарядов. Желательно всегда оставлять два снаряда и стрелять только одним. А остальные снаряды держать для того, чтобы в нужный момент, если ситуация поджимает и нужно додать куда-то еще пару снарядов или один хотя бы, выдаем их, чтобы кого-то забрать, лишний ствол убрать, чтобы челик не мешался в бою. Либо если уже конец боя, выдаем все что есть. Самое главное держать хотя бы один снаряд заряженным, поскольку если все снаряды выстрелят, ДПМ очень сильно падает. При полностью разряженном барабане первый снаряд заряжается очень долго. Имейте это ввиду. А так в принципе для людей, которые хорошо играют, умеют и в геймплей покемперить, и по карте хорошо ориентируются, успевают во все ситуации в бою поиграть. Так в целом танк более-менее норм. Какой-то лютый имбой, конечно, называть его нельзя. Играть на нем довольно-таки сложно и нужно уметь многое. Но и результат на нем набивать большой можно. В основном бои проходят на этом танке следующим образом. Вначале мы отстреливаем то, что наши челики светят, какие-то перекаточки. После чего меняем позицию, если видим какую-то движуху по карте, чтобы пострелять еще. Ну и в конце просто либо вкатываем во врагов, чтобы дать еще урон, либо отступаем с какого-нибудь фланга, если его проиграли, чтобы с хорошей удобной позиции пострелять еще. Простой незатейливый геймплей, по сути, в котором у вас есть свои плюсы и минусы. Минусы это небольшая максималка и так себе маневренность, а плюсы это барабан и точность, но плохая стабилизация. Танк вполне себе играбельный, но не самый приятный. Особенно если неправильно его подготовить к бою. В целом я танком доволен, что его взял. Ни о чем не жалею, поскольку мне пришлось чему-то еще научиться в картошке. Что-то превозмочь, это было интересно. Да, жалко, что я на турбине прокатал на нем кучу боев и почти взял три отметки. Очень пригорала жопа от стрельбы, но хорошо, что в конце я все-таки поставил прицел и хоть немного кайфанул от этого танка. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok